Более полугода его пограничный отряд выполнял задания на разных участках границы. Последние три месяца базировались в Луганской области. Далее история пограничника Владимира Бурмая, который, получив тяжелое ранение, продолжил бой. 47-летний Владимир Бурмай в пограничной службе уже 25 лет. Пришел сразу после учебы в Киевском институте сухопутных войск. Первый боевой опыт офицер, как и большинство его побратимов, получил во время антитеррористической операции на востоке Украины. Увидели этот момент, что Россия агрессор, что она не остановится. И, наверное, этот страх перед ними очень быстро исчез. И у нас осталась только ярость. В составе Черновицкого пограничного отряда Владимир проводил стабилизационную операцию в Черниговской области, а со временем оборонял Славянск. В декабре подразделения передислоцировали в Луганскую область. Я получил задание от начальника отдела – сформировать три штурмовые группы. И 4 числа нам нужно было вернуть временно утраченные позиции. Начался уже такой период интересный. Все можно по минутам, по часам чувствовать. Анализировать, что вышло, что не вышло. В общем, задачу выполнили. Противник несколько суток накрывал огнем украинских солдат. Но воины выстояли и отвоевали позиции. Сведенный отряд. Большое количество людей было. Не у всех был боевой опыт. Некоторые уже с 2014 года. Некоторые не имели. Много мобилизированных было. И уже начали выполнять задания наравне с подразделениями Нацгвардии вооруженных сил. И достаточно неплохо так. После осколочного и пулевого ранения Владимир продолжил руководить отрядом. Тогда о себе не думал. Стремился уберечь и поддержать людей. Тяжело осознавать. Но из боя вернулись не все. Эту боль заглушить невозможно. Это на всю жизнь. Знаешь, что были с тобой те. Те – их нет. Все. Поднять боевой дух, если есть потери. Самая главная задача – не допустить. Чтобы эти потери были большими. Если мы этого человека не вернем, нужно что-то делать в памяти об этих людях. Я всегда говорил – вы являетесь свидетелями больших событий. С бойцами Владимир работает постоянно, чтобы коллектив действовал как единый механизм. Для этого должна быть мотивация, уверен офицер. Ни в коем случае не опускать руки. Даже в наиболее критических ситуациях. Все понимают, что нужна победа. Она достается тяжелым трудом. Основа украинской армии уже сформировалась не на учениях, а в ожесточенных боях, утверждает Владимир. И важно сейчас противостоять противнику. Но при этом уберечь воинов, которые смогут затем передать свой опыт.